МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Евгений Додолев нашёл редкие снимки для семейного альбома Дмитрия Дюжева. Я даже не помню такую фотографию. Кто помог Дмитрию встретить свою будущую жену? Спасибо певице Мадонне. Как он опозорился на первом свидании? Когда принесли счёт, я обнаружил, что наличных у меня нет. О чём это Татьяна Дюжева? Не так это всё романтично происходит. И как поклонницы артиста ведут себя после его свадьбы? Номер нам чуть не сожгли. Добрый день. Сегодня мы листаем семейный альбом Татьяны и Дмитрия Дюжевых. Чего? Не прижимайся. Я не прижимаюсь. Не, ну я чувствую, ты коленками трёшься. До педали я кручу. Жалуются всё время журналисты светских изданий. Говорят, вот Дюжевы не показывают своих ребят. Ни Ивана, ни Дмитрия. Почему от сглаза вы переживаете? Нет, Танина точка зрения в том, что на данный момент ребёнка уже будут узнавать. Вот ты его пихаешь всюду, журналы, телевидение своих детей. И их начинают уже узнавать. Люди улыбаются, значит, уже приглашают, значит, уже оценки ставят не по уму. Значит, уже какие-то льготы начинаются жизненные. Только они, когда этот журнал открыт у людей, и они есть, прошло несколько дней, журнал забыли, дальше тебя не помнят. А человек уже эту инъекцию узнаваемости, популярности, все обожания получил. Ну, знаете, мне кажется, всё-таки, ну, Иван Дмитриевич-то понимает, кто его папа. И в школе тоже все понимают, что он Дюжев, вот тот самый. Сейчас есть много школ, где дети, к сожалению, уже встречают по одёжке своих друзей, своих учителей даже. Мы боялись, что это будет так, поэтому наша школа как раз, она делает акцент на другое. Неважно, кто ты, и неважно, как ты добрался до этой школы, потому что детки очень разные там учатся, там, ну, как бы другой отбор. В школе царит атмосфера уважения и отношения к тебе, как к человеку, который что-то сделал. То есть Ваня сейчас очень гордится тем, что он отличник, стремится к каким-то наградам, к участию в Олимпиаде. Это сейчас для него важнее, чем то, что папу где-то показали или ещё что-то. Сергей, 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 вы делите минуту, Сергей, Сергей, на каком не имеете? На каком надо? Сергей, скажите, какие у вас планы на будущее? Какие надо? Скажите, куда вы сейчас отправляетесь? Куда надо? Артиста вы в нём не видите? Нет. Нет? Категорически? Не нужно. Ну, скажем так... Но в подростковом возрасте я вот не удивлюсь, если пойдёт речь о том, что папа, а вот вообще бы проще было бы жить, если бы я стал артистом. Тогда будет одно маленькое условие. Сначала Ваня получит какое-то серьёзное фундаментальное образование, а затем он будет... Папа не получил фундаментальное образование, тебе не состоялся. Потому что меня отец за шиворот, можно сказать, выпер из дома, из Астрахани и сказал, поезжай в Москву, в Москве получишь образование. И ещё, ну, если уж такое случится, ну, это просто из-за разряда вот какого-то чуда тебя снимут когда-нибудь в кино. Ну, это тогда звучало как а-ха, в кино, а-ха, кинозвезда, хо-хо-хо. Вот так и было. А ваши родители чем занимались и занимаются? Мой папа инженер-изобретатель. Идеал мужчины, который может быть вот в семье. Вот, это действительно так. А Лилия Николаевна, тёща Зайцева, она как звоночек. Душа компания. Она, да, она вот равнодушным от неё остаться нельзя. Мама, учительница музыки, мама проработала в школе. Это её призвание, это её любовь, дети. Первый раз я режу, чтобы про тёщу вот с таким светящимся взглядом. Вот человек вот так рассказывал. Надо, наверное, быть очень большим артистом, каким является Дюжев, либо действительно, в общем, как-то ценить. Ты знаешь, действительно, так получилось, что я остался без родителей. Вот, и когда познакомился с Таниными родителями, а это было в моей жизни впервые, когда я с родителями своей девушки знакомился и шёл вот на такой, как бы вот ответственный шаг, что я вот за вашу дочку хочу нести ответственность на всю жизнь. Я ещё думал, как вот дома называют тёщу с тестем папа и мама. И вот смогу ли я когда-то так их называть, и как это, насколько... Так вот, я хочу сказать, что они настолько меня полюбили, что они иногда говорят, сыночек. Как-то у нас полноценная семья получилась. Брат есть. Вы потеряли сестру, когда ей было всё 12 лет. А ваш брат, он старший брат или... Да, брат старший меня на 7 лет. Отличник тоже, да? Да, но его двое сыновей, наши племянники, крестники. Никита и Женя, есть братья. Они ровесники нашего старшего Вани. И поэтому мы очень много времени проводим с мальчиками вместе. У нас традиция на новогодние праздники уезжать куда-то за город вместе. Дима, будучи крёстным, несёт какое-то православное воспитание. И мальчикам втроём, может быть, какие-то вещи, ну, удаётся познавать легче. Помолись за меня, отец Анатолий. Это тебе в пору за меня молиться. У меня грехов-то втрое больше твоего. Чё ты такое говоришь-то? Я очень чувствую вот эту братскую силу. Ну, как и я со своим братом, несмотря на в детстве всё-таки большую разницу, 7 лет в возрасте. У вас тоже 7 лет. И у вас же 7 лет была разница. И у наших сыновей 7 лет. Да, да, да. Правда. А вы, кстати, вот упомянули Новый год, когда вы собираетесь. Я ведь знаю, что именно в новогодний вечер, накануне Нового года, вы сделали предложение официальное. То есть, про родителей благословения. Это очень удобно. Никогда не забудешь эту дату. Да мало того. Я и свадьбу, день назначил на 14 февраля. Чтобы никогда не забудем. Вот что не забудет. Молодая инициатива. И сына могли родить 08-го, 08-го, 08-го. Вот. Чтобы уж точно не забыть. Ну, это я шучу. Но он 07-го родился. Весы. Вот без шуток здесь у нас фотография. Это наше венчание. Да. Вы сперва расписались ведь в саксе, а венчались значительно позже, я так понимаю, да? Спустя полгода. Полгода, да. Провод есть. Что, замуж собралась? К венчанию мы тоже подошли с такой вот ответственностью духовной. Я, в общем-то, тогда была еще новичком в этом деле. То есть наша семья православная, все крещеные. Но как-то храм посещали обычно в силу каких-то обстоятельств и событий. Ну, по-моему, в предках, я читал где-то, католики какие-то, в каких-то... Ну, это совсем в дальних предках. Есть такая легенда, да? А мой прадедушка был православным священником, отцом Иоанном, в честь которого, собственно, ну, отчасти в честь него мы назвали нашего Ванечку, потому что это был такой... А я думал, по святцам Ивана вы назвали. И по святцам. Да, и по святцам. И наше венчание проходило в храме. Ну, и вот в честь прадедушки, отца Иоанна. Он был... Расскажи, Танечка. Ну, расскажи. Он в маленьком городке был священником, имел свой приход вот из горожан. Пришла советская власть, гражданская война, пошло гонение, значит, на священников. К 37-му году, я так понимаю, что уже и, в общем, эти расстрелы пошли. И его сами горожане спрятали в подвале какого-то вот из домов. Он вел службу как отшельник, как монах в этом подвале. И умер он своей смертью спустя вот много-много лет так, не выходя на улицу, в тайне. И никто его не предал, не показал. А мальчику вы тоже крестили? Конечно. А вот это, я так понимаю, здесь младший, да? Здесь Дмитрий Дмитриевич впервые вышел на улицу и отправляется домой. А младшего решили назвать, понятно, в честь родителей, видимо, да? Или просто отец решил, что... А, то есть это ваше было решение? Это была моя инициатива, и мне пришлось какое-то время поуговаривать. Я себе не мог представить, как ты, что сына зовут... Ну, это традиция, почему? Второго сына достаточно часто называют. Да? Мне кажется, что да. Эти шарики, кстати, это вот такой был сюрприз. Да? Да, в окне в один момент появились шары, а потом появился я. Ну, практически. Ну, то есть это же не тот знаменитый случай, когда вы лезли. Практически. Да, потому что на третий этаж, это легендарный случай, когда Дюжа напугал охрану. А вот пары, если ты юноша-то, да? Очень настойчивый, целеустремленный, точно знающий, чего он хочет. То есть добивался долго? Полтора года. Фактура, слава, харизма. Вот с чем девушка думала, вот хочется спросить, вот полтора года. Все это и тормозило. Вот это все? Почему? Слава, харизма. Ну, что? Что? Казалось, что... Много будет поклонниц? Нет, казалось, что... Ну, это что же. Казалось, что много будет увлечений, помимо меня. Не верилась в то, что это та самая любовь, о которой он говорил с первого взгляда. Потому что мне казалось, что так быстро это не может случиться. Хотя мои родители и родители Димы познакомились в один день в одночасье. Но мне казалось, что нужно время. И мне казалось, что перерывы в отношениях на время Диминых гастролей, это ненормально. Что люди должны быть все время рядом. Они должны видеть друг друга. У них должен быть какой-то, ну вот, не знаю, график встреч, в конце концов. Но день за днем, поступок за поступком, вопреки, несмотря, я понимала, что это тот мужчина, который не боится преград. Слова нет, моих сомнений. Он готов сделать все, чтобы показать, что это серьезно и это навсегда. Когда у нас будут с тобой дети, мы будем приходить сюда все вместе. Был какой-то знаковый поступок. Вы знаете, конечно, не то, что Дима мог залезть на этаж третьего этажа. Это не всякий. Особенно сейчас. На высоту третьего этажа. Скорее, это казалось продолжением этой порывистости и харизмы. А скорее то, что сегодня я могла встретиться и сказать, ты знаешь, я очень серьезно подумала. И мне кажется, что это ни к чему не приведет. Дима говорил, ну, хорошо. И на следующий день, как ни в чем не бывало, он снова стоял возле моего дома. Он снова звонил, он снова приходил. Его не пугала моя нерешительность. Он одинаково смотрел только на меня, даже когда рядом были гораздо более красивые женщины. И я понимала, что, наверное, что-то в этом нет. Да, это уже из области фантастики. Мы же не снимались ни разу фантастическим фильмом. Зачем мы какой-то этот жанр будем? Смотрите далее. Кто помог Дмитрию Дюжеву встретить свою будущую жену? Спасибо певице Мадонни. Как он опозорился на первом свидании? Когда принесли счет, я обнаружил, что наличных у меня нет. О чем это Татьяна Дюжева? Не так это все романтично происходит. Как поклонницы артиста ведут себя после его свадьбы? Номер нам чуть не сожгли. И чем Евгению Додалеву удалось удивить главу семьи? Гениально. Кстати, это хотелось бы узнать. Опознакомились родители моей и Танечкиной. Мои родители познакомились. Такая ситуация у них была. Что на улице молодой человек увязался за двумя девушками и сказал, что вот жить без вас не могу. Влюбился страшно. Можно я вас провожу домой? То, что было примерно у нашего знакомства с Таней. Когда на стадионе я увидел Таню, я отстал от всей компании и сказал, что нет, я остаюсь здесь. Пошел, подсел поближе к Тане, начал знакомство, разговор. И как-то спасибо певице Мадонне, которая опаздывала на концерт на два часа. Таня делала вид, что вообще не замечает, не знает. Делала вид или не замечала? Ну, я это... Делала вид, конечно, узнала, но понимала, что и так все слишком много уделяют на верное внимание. Поэтому сделаю-ка я вид, что я не узнала. Потом папа, ухаживая, значит, за будущей своей женой, будущей моей мамой, проводил до дома и объяснил ситуацию. Что послезавтра он летит в Алма-Ату. Там он получил контракт с драматическим театром на сезон. И хотел бы сделать завтра предложение и вместе, вот, молодой семьей полететь в командировку. В это, поверить, было невозможно. Я уж не знаю, на сегодняшний день, как можно, какой силы убеждений обладать. Но на следующий день действительно он приехал, там, значит, с куклой на капоте, бантом на дверях. Сколько лет это было вашему родителю в этот момент? Двадцать... двадцать один. Двадцать два. Да. Это я начал в бригаде с ним. В бригаде уже снялся. Двадцать два года. И уже через день они, как молодая семья, улетели в Алма-Ату. Это кино. Просто кино. А вот Лилия Николаевна с Николаем Федоровичем... Николай Федорович, значит, москвич, инженер, поехал в командировку в Пензу. Да, что я расскажу. Да, расскажи, пожалуйста. Еще одна история для кино. Родители также познакомились, и мама получила предложение, ну, скажем так, на третий день. Они встретились на улице, и папа говорит, что я ничего не смог с собой поделать, я просто развернулся и пошел вслед за ней. У мамы на тот момент лежало уже заявление в ЗАГСе с одним молодым человеком. Но на этот момент они поругались, и мама решила ответить «да» фактически малознакомому молодому человеку для того, чтобы как-то отомстить этому неугодному жениху. И кто мог подумать, что на следующий день папа действительно придет в дом, чтобы познакомиться с родителями невесты, что родители невесты, хоть и со слезой, но увидят в нем очень порядочного человека и скажут «да». И вот уже на третий день мама пошла с папой в ЗАГС и поменяла одно заявление на другое. Спустя две недели папа вернулся из Москвы, чтобы сыграть свадьбу и забрать маму навсегда. Тот молодой человек приехал в Москву. Он сказал «пожалуйста, отдай мне ее обратно». И мой папа с присущей ему интеллигентностью сказал «наш дом для тебя открыт, но Лилю я тебе никогда не отдам». Просто Шекспирт. Да, они такие просто страшные. И в нашей жизни вот тоже, получается, мы оказались... В период. Среди несколько тысяч зрителей стадиона «Лужники». Вот нам надо было сквозь толпы увидеть друг друга. И после концерта я увязался дальше. Девушки уже собрались в какой-то ресторан. Я поехал с ними. «Заказывайте, пожалуйста», говорил я им. Вот и так далее. Но когда принесли счет, я обнаружил, что наличных у меня нет. Я отдал карточку, а там недостаточно средств до той суммы, в которой мы посидели. Кошмар какой. И как вышли из ситуации. Ну, девочки сказали, ладно, мы сами заплатили. Небезызвестной нефтяной компанией могла себе позволить пригласить молодого человека. Мы когда-то на кинокомедии просто, да. Да вот, а что-то... Будем знакомы? Будем. А бедонь что? Деньги. Богатик, что ли? Так что теперь понятно, да, почему долго еще... Ну, конечно, думаю, сразу пойти за него, да. Поэтому, когда Дима спустя годы нашей совместной жизни спрашивает меня, не пожалела ли ты, особенно в какие-то моменты, может быть, не самые простые финансовые нашей жизни, я так вот с шуткой, конечно же, вспоминаю историю нашего знакомства и говорю, что, Димочка, если бы я рассчитывала на твои какие-то финансовые достижения, наверное, может быть. Я бы подумала, но так как совсем другие качества в тебе меня привлекали, поэтому мы вместе. Я так понимаю, что именно из-за финансовых сложностей ваш отец бросил карьеру в театре, да, и пошел в бизнес. Да. Да, то есть это, в общем-то... Да, это произошло где-то вот в 90-м, 91-м году, пошли первые кооперативы. Мы-то на тот момент жили в городе Камышине, Волгоградской области. А, то есть это не Астрахань была? Нет, мы жили так бедно, бедно, прямо. Мы жили в комнате двухкомнатной квартиры, где во второй комнате жила пожилая актриса Эрия Алексеевна, замечательная, талантливая, курила через длинный мундштук, приглашала меня маленького в гости и рассказывала какие-то истории жизни. И вот какие-то, каждая встреча для меня тоже было какое-то впечатление детства. И папа организовал из коллег-артистов концертную бригаду, и они стали ездить по заводам, фабрикам и уличным мероприятиям. Цех мебельный театра, которые тоже жили бедно, значит, организовал такую мебельную фирму по ремонту старой мебели. Купил, значит, ларек такой вот коммерческий, и тогда много этих ларьков, спасибо Собянину, эти ларьки исчезли из нашей жизни. А тогда это был способ выживать, и вот эти ларьки, где пиво, сигареты, жвачки продавали, вот, потом, значит, пристроил к нему второй, потом продал, потом мы уже вернулись в Астрахань, и в Астрахани с этого же начал, купил один ларечек, к нему второй, потом пристрой, потом второй этаж, потом еще, и такой торговый центр получился. Но никогда не забывал про театр, когда спектакль в драмтеатре в Астрахани заканчивался вечером. Он брал меня с собой в темном зале, сторож открывал нам двери, включал один софит на сцене, я шел в темный зал, а папа выходил на голую сцену с одним софитом и читал там Есенина, Пушкина, он любил поэзию, читал. Вот так не забывал. И вот поэтому в 11 классе он настоятельно сказал, сыночек, у меня не случилось в этой профессии, но я в нее так верю, я ее так люблю, я так бы хотел, чтобы в тебе продолжилось это. И поезжай попробуй. Жаль, что он так и не увидел, в общем, вашего триумфа, такого вот в полном масштабе, потому что как раз съемки бригады были, когда... Да, да, его не стало, да, именно вот когда еще съемки были бригады. Нервничаю я. Десять лимонов наканула. Одиннадцать. Какая разница, округли? Он был счастлив и звонил... Никто же не знал, что это станет фультовым фильмом. Сам факт, сам факт, что я снимаюсь, что я попал на съемки. Ну попроси режиссера, может он меня снимет, ну хоть в эпизодике, ну попроси режиссера. Просили, нет. Сидорова, Алешу я просил, режиссера бригады, каждый раз как-то, ну потом, ну что-нибудь, а как, а что, и в общем, так и... Татьяна, никогда не хотели, чтобы были, может, такие же усы, как у вашего свекра? Муж за эти годы был в разных образах в моей жизни. И с усами тоже был. Был. И блондином тоже был. Это блондин этого, когда с Михалковым, да, мы снимались. И в каникулу строго режим тоже. Как раз мы, мы только встречались, и однажды я пришла на свидание и увидела там совершенно другого молодого человека. Поэтому я, конечно, привыкла. А вы что, Перловку не любите, Виктор Сергеевич? Не любит. Просто Виктор Сергеевич 15 лет последний только на Перловой диете сидел. Ой, а что, помогает? Ну, результат налицо. Вы считаете, по темпераменту, по характеру вы тоже похожи родители или только внешняя фактура? Да, есть общие черты, есть. Вы же рассказывали, он же был достаточно буйный. И выпивал, и насилие было семья. Вас это не пугает, вот, то, что есть в генах, в генах такое? Вы знаете, когда меня учили психологии, рассказывалось о том, что есть, конечно, семейные сценарии, которые давлеют над нами. Да, подспудно даже. Когда даже мы бежим от каких-то вещей, они происходят в жизни. Но иногда происходит, конечно, отторжение того, что в детстве принесло сильную боль. И когда мы с Димой познакомились, он очень много уделял внимания тому, чтобы не было конфликтов. Давай только не на повышенных тонах, только чтобы сейчас уже не слышали дети. Потому что, когда мне кажется, что сын спит, Дима говорит, он не спит. Я тоже спал, но я все слышал. Пожалуйста, давай не будем. А он смотрит работы папины, я имею в виду, фильмы, театральные постановки? Те, к которым он уже созрел. Вот, например, папа недавно выпустил моноспектакль Евгения Онегина. Читал «Московская филармония», была премьера. А еще так случилось, что читал на сцене нашей Ванечкиной школы. Для старшеклассников делал такую... Читал «Московская работа» это раньше. А скрытый урок. И Ваня был таким, может быть, самым маленьким пока слушателем, 8 лет, Евгения Онегина, 2 часа просто под фортепианную музыку. Наизусть. Какие-то фильмы, которые он уже может в силу возраста понять, смотрел. Какие-то взрослые фильмы нет. Я разрешаю. Может быть, у... А вот есть вопросы или предложения? У меня есть вопросы. Да, Ры. Вернее, даже предложения. Владимир Петрович, я очень хотела бы, чтобы вы здесь при всех, прямо сейчас, сказали, вы любите меня или нет? Я так понимаю, что, наверное, вот эта награда, которая здесь... Можно взглянуть в нее? Это вряд ли за Евгения Онегина, что это такое, 6-й фестиваль молодежного кино. Это режиссерская премия фестиваля «Отражение», это фестиваль арт-кино, тоже режиссерская премия. Это все премии за режиссуру моего первого короткого метра «Братья». Просто что удивительно, что я сделал одну первую короткометражку и за нее получил уже 3 приза. А за актерскую работу нет ни одной премии. Не может быть. Театральная премия. То есть актер не уже... Да, актерская театральная есть, Чайка. Самая престижная, ну, в отрасли, как мне кажется. Вы когда решили заниматься режиссурой, это обсуждается в семье? То есть вот он сказал, что хочу, я хочу вот... Конечно. Я бы оказывала посильную помощь даже в каких-то проектах. На тот момент только родился наш первенец, но ночами студенту приходилось работать. Потому что когда актер, который там под прогремел, идет в режиссур, это всегда со скепсисом восприняется, прежде всего, коллегами и близкими. Думает, ну вот, он хочет расширить линейку своих возможностей. Были комментарии со стороны коллег какие-нибудь или все с энтузиазмом восприняли ваше движение? Наверное, были взгляды отрицательные, но я их не слышу. Тут некоторые коллеги просто портят это громкое, великое звание режиссера. Коллеги-артисты зачастую, как оказалось, мне казалось, что это злые языки, на самом деле делают это для того, чтобы себя снять в главной роли. И этим убивают на корню все, так сказать, серьезность взгляда на их произведение. Есть мнение, Жош. Поразнить вас, вашу боевую группу. Чье мнение? Центрального комитета. И вы так считаете? Если будет решение Центрального комитета, вы будете обязаны подчиниться. Я хотел посвятить этому свою жизнь. Это был кризис в России в восьмой год, когда все запуски кино остановились. Денег не стало ни у кого, как сейчас. Спиваются, уходят в небытие коллеги-артисты. Просто мы сейчас теряем целый пласт цеха актерского. Уж я не говорю другие цеха. Я боюсь, через пару лет мы будем прощаться со многими, потому что возврата им нет. Время страшно тяжелое. Люди за копейки готовы сниматься в эпизодах хоть кому-нибудь, у кого-нибудь. Сериалы вот и есть, но до того доходит, что человек, если получал, ну, грубо говоря, несколько лет назад 100 рублей, то есть на сегодняшний день этому же артисту предлагают 10 рублей. И люди стоят в очередь. Я пришел на кастинг, я увидел несколько человек, я говорю, а они говорят, да-да, мы сюда же. И я стою в очередь. Вот это голодное время, позорнейшее время для русского кино. Сергея Безрукова вы сняли в качестве режиссера, он вас сразу воспринял? С Сережей произошло очень легко и быстро. Он очень так подружески сказал, когда я согласен. То есть он даже сценарий не смотрел? Да, до такого. И хотя мне казалось, что ему будет сложно воспринимать меня, своего артиста, коллегу, как теперь человека, который говорит... Командует. Да, который говорит, Сережа, нужно сыграть вот так. Ага. Вот. И он умница, он беспрекословно воспринимал все, что я говорил, исполнял, делал. И это была большая радость для режиссера. Вот я и пришел. С праздником. Я был, конечно, раньше приехать. Но я как-то все был занят. Дела какие-то еще. Суета какая-то еще. А помнишь, как я из больницы убирал, чтобы тебя совсем марта поздравить? А в дальнейшем он позвонил мне и сказал, Дима, я стал художественным руководителем губернадского театра, я делаю свою первую постановку, я прошу тебя в этой постановке сыграть одну из главных ролей. И я также сказал, хорошо. Смотрите далее. О чем это Татьяна Дюжева? Не так это все романтично происходит. Как Дмитрий относится к постельным сценам? Страстнее! Больше любви! Есть ли у артиста назойливые поклонницы? Номер нам чуть не сожгли. И чем Евгению Додолеву удалось удивить Дмитрия Дюжева? Гениально! Не свидетели вашего первого, ну вот, насколько я понимаю, первого знакомства, то есть когда вы на пробах с Сергеем увиделись, рассказывали, что вы для того, чтобы не смущать его своим высоким ростом, играли вот на этих пробах на полусогнутых. Нет, это было сделано не для него. Это было сделано для продюсера, который понял, что меня из-за моего роста точно не возьмут. Я пацанами хотел побазарить. Ты что? Ты что, забыл, что это моя тема? Какая твоя тема? Какая твоя тема? Ты мелкий, никчемный наркошек. Я мелкий. Ты за полгода в хлам превратился. Я тебя скоро вообще из движения выключу. А вообще рост когда-нибудь именно по карьере мешал? Как-то же мы адаптируемся в жизни. Конечно, страшно неудобно, когда твоего партнера или партнершу ставят на маленький стульчик, чтобы ты с ним играл на крупном паре. Ужасно. Ну как это, да. Взрослый человек ему говорит, встаньте, пожалуйста, на скамеечку, и вот вы теперь поработаете на скамейке. Я иду навстречу всегда в этом случае. Я говорю, не надо, не надо. Я просто раздвигаю ноги, как штатив, и ростом становлюсь ниже. Вот. И если партнер не смотрит вниз, где ноги в шпагате, то, собственно, верит всему, что я играю. Таня, у вас есть любимая роль мужа? Я люблю Димины театральные роли. Например, спектакль «Дворянское гнездо» в Амхате имени Чехова. Я готова смотреть вот уже какой-то там десяток раз этот спектакль в исполнении Димы. Или, например, мы были недавно на гастролях со спектаклем «Примадонны», и все эти пять спектаклей, которые шли в новом городе Германии, я смотрела из зала. Очень смешной, да. Таня, вот муж, когда работает над ролью, актер же, он же должен погружаться в образ. Вы прям видите, что меняется, что это уже не муж, а вот Клавдий там, условно говоря, или нет такого эффекта? Только на сцене, дома нет. Дима готов иногда уехать на спектакль на два часа раньше, чтобы уже в гримерке подготовиться, чтобы никто не отвлекал, и выйти на сцену действительно другим человеком. Для меня этот эффект превращения всегда есть. Когда спектакль заканчивается, и Дима снова, буквально через секунду, обращается ко мне так, как вот не было этих трех часов этой роли, этого образа. Как ему так быстро удается переключаться, я не знаю. А вот рассказывай про то, что когда у Дюжева плохое настроение, он садится за руль и просто едет по Москве, они имеют под собой почву какую-то. Ну, скорее идет в спортзал и занимается спортом, но, скажем так, действительно очень бережно, повторюсь, относится к пространству и атмосфере внутри семьи, где не позволяет себе прийти домой в плохом настроении, потому что что-то не ладится у него, например, на съемочной площадке. То, что он пришел и на кого-то кричит от того, что у него что-то не ладится, этого он себе, конечно, никогда не позволял. Работа делает нас раздражительными. Да. Игорь, а что за рассказы коллег, что у вас есть какая-то технология тренировки, гимнастики пальцев перед спектаклем? Нет, есть вот такое, может быть, упражнение для того, чтобы быстро привести в тонус память мышц, мышечную память бицепса. Вот это помалять, да? Да. Очень быстро для съемок это пользуются артисты для постельных сцен, для обнажения фигуры, когда вне тренировки быстро нужно прийти в форму для съемки. Ну, кстати, вот постельные сцены, как вы считаете, вот актер, когда он в постели с актрисой, он же для того, чтобы хорошо сыграть, он же должен как-то жить этим. Я видела съемочную площадку с обеих сторон и приблизительно понимаю, что не так это все романтично происходит. То есть слово «ревность» в этой семье не знакомо, так должен понимать? Нет, ну, просто Танечка видела и все это знает, что вот вокруг стоит съемочная группа, так сказать, все на тебя смотрят, ты в определенный момент должен снять с себя какой-нибудь халат или простыню, которую тебе дали, совершенно голый, тебе холодно всегда, всегда подрагивает немножко все, обязательно какой-нибудь холодный павильон. Женатый? Был. А детки? Дочка пять лет. Как же ты ее бросил? Да не бросил я. Партнерша еще больше на тебя страшными глазами смотрит и говорит, как мы это будем делать? Ну, давай как-нибудь попробуем. Так, начали! Ну, и вот пыхтись я и говорит, не верю! Страстнее! Больше любви! Какой любви? Дружка, да это закончится. Ну, поэтому ни о чем думать тут вот это... Страшнее сцены не придумаешь. Лучше уж кого-нибудь в кадре... Убить. Убить. Поклонницы никогда не угрожали. Номер нам чуть не сожгли. Ну, нет, это какое-то непонятное хулиганство, никто не знает, что это было. Да нет. А что было-то? Ну, в номере мы отдыхали на море. Какой-то звонок сначала был рано утром, несколько каких-то странных. Вот, потом мы вышли на море, вернулись, а идет дым из-под двери. Подожгли какую-то бумагу и сунули под дверь. И там начал ковролин загораться. Ну, что-то спалит номер. Ну, я не знаю. Там оказалось, что камеры у отеля нет, никто не видел, ничего не знают. Здесь есть телефочки. Если мы чего узнаем, обязательно сообщим. Все мальчики обычно что-нибудь коллекционируют, или у них есть какое-то хобби. Что у Ивана в этом смысле? Иван увлекается агентурой. У него все секретно, все в шифрах. Личное дело номер. Совершенно секретно. Будет разведчиком. Все испечлено мелким почерком. Он мечтает найти клад, как каждый ребенок. Личный. Все же, да, периодически мамочка нам в этом помогает. Грубо говоря, простраивает ход во дворе по запискам. Найдя каждую записку, ты понимаешь, что дальше туда, дальше туда, дальше туда. И где-то там под кустом или под камнем. Я только помогаю. На самом деле, пират, наш давний знакомый, передает для Вани эти сокровища. Понятно. Скажите ему, что пират передал ему такой подарок. Это компас. Это компас, он отчасти подарок и вам, потому что, как мальчику, который мечтал о флотской карьере. Кстати, компас рихнуется со словом «Космос», прошу обратить внимание, что это первая передача, в которой на это не был сделан акцент на вашу роль. И мы дарим вам семейный альбом, в котором мы оставили несколько страниц для мальчиков, которые еще подрастут. Здорово. Здорово. Очень приятно. Спасибо, да. Я хочу, чтобы каждый человек на земле знал, что когда вы очень сильно во что-то верите, то это обязательно сбудется. Я делюсь своим секретом, своим счастьем со всем миром. Потрясающе. Венежский лагерь. Что-то спрятал. Я даже не помню такую фотографию. Это удивительно. Ну, помнишь, что что-то спрятал. Ну, да, что-то спрятал. Это вот я первый раз в Петербурге. Шапки тогда были эти модные, большие. Андатровые. Андатровые. Папа у меня был придумщик. О, а это... Папа говорит, маме, я вам сделал такой тур до Волгограда, Астрахань-Волгоград и обратно на пароходе. Вот такая прогулка. Это трое суток где-то. И вот мы вернулись и вернулись в новую квартиру. Как он это сделал? Как он успел? Там была и лепка. Ну, сделано все. Потолки, пол, плинтуса. Вот он сделал полностью капитальный ремонт за эти трое суток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова